Поводов совершить нескучную прогулку по набережной в Архангельске стало больше, ведь там появился самый настоящий кудесник. Компания ему составляет птица счастья. Все это, отлитая в бронзе, стало подарком городу от компании «Севералмаз». Мы узнали у меценатов, будет ли продолжение проекта, и расспросили авторов, как родилась идея. Собравшиеся на набережной у стелы город воинской славы в ожидании, каким предстанет новый символ города. Подсказка первая. Вместо фанфар – звон колоколов. Значит, связь с «Севером» будет прямая. Тайная стала явным. Крылья ангела за спиной, как вдохновение архангельском. Птица счастья не щипная, а в бронзе. А уверенно держит ее кудесник. Персонаж вымышленный, но, кажется, он встречался нам в детских мечтах и фантазиях. Есть хорошее поморское слово «кудеса», «кудесы», что значит «сказки», «чудеса». И так как я много путешествую и видел в разных российских городах фишки, которые всегда заходили и туристам, и жителям, мысль не покидала, что надо же делать что-то такое маленькое, тиражируемое, но при этом уникальное и про регион. Гронзовый кудесник отлиц в Санкт-Петербурге. Скульптором стала Ольга Сагаконь, хорошо известная в городе Наневе. Проекты, подобные кудесникам и хранителям «Севера», есть в Симферополе, Тобольске и Калининграде. Чувствуете некую связь? Да, как-то, чтобы город тоже звучал. А это для чего? Для туристов, конечно, да? Культурно-туристическому проекту в Архангельске помог появиться «Севералмаз». Компания в этом году отметила 30-летие, и подарки решила не только получать, но и делать их. Тем более есть повод – 85-летие Архангельской области. Есть задумка такая, ну, пожелание, что ли, чтобы вот из таких кудесников выстроилась целая аллея, и это превратилось в какой-то знаменательный Архангельский маршрут. Ну, смотрите, какая замечательная набережная. И вот когда это будет украшено вот столь особым архитектурным изыском, скажем так, я думаю, что это будет просто замечательно. Архангельск каждый год становится все более благоустроенным, развивается, модернизирует социальная инфраструктура. Ну и, конечно, появляются арт-объекты, которые добавляют положительных эмоций, как нам, живущим в нашем севере, так и всем нашим гостям, которые приезжают. И очень правильно, мне кажется, решение «Севералмаза» поддержать в год юбилея предприятия, в год юбилея Архангельской области, инициативу неравнодушных горожан. Где потереть, чтобы желание точно сбылось? За ботинок ли, за лацком пиджака или прикоснуться к птице счастья? Пока вы будете искать ответы на вопросы, авторы проекта анонсируют появление еще двух персонажей на набережной. Хранителями каких артефактов они будут? Завеса тайны пока не приоткрыта. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.